Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги! Канал Психфарм ТВ продолжает беседы о шизофрении. В прошлом выпуске мы говорили о живом трупе вялотекущей шизофрении. Сегодня мы продолжим эту тему и расскажем вам немножко о том, к чему приводит использование или жизнь с этим самым живым трупом. Хотелось бы напомнить, что думали, что вялотекущая шизофрения этот диагноз умрет вместе с предыдущей классификацией болезни 10-го пересмотра. Но эта болячка, она же неврозоподобная, она же психопатоподобная, она же латентная, она же там простая и она же паранояльная, к сожалению, осталась в МКБ-10 тщанием некоторых ученых, которые просто не могли расстаться с этим объектом своей любви. И тогда они засунули гроб с вялотекущей шизофрении в рубрику, которая называется «Шизотипическое расстройство в МКБ-10». В результате возник противоестественный альянс между учеными вялотекущей шизофрении, и в общем-то это действительно альянс какой-то некрофильный, потому что любовь к трупу и называется некрофилия. К чему это все приводит? Мы провели специальное исследование, которое называется «Анкар-Пси», и результаты этого исследования вы можете прочитать в открытой печати. Ссылочка на это имеется. Обследовали 212 больных, которые наблюдались в ПНД в Москве и Чебоксарах, и выяснили, что этим больным время от времени ставится диагноз «вялотекущая шизофрения психопатоподобная» или «неврозоподобная». Иными словами, используется «живой труп». Конечно, это все шифруется как шизотипическое расстройство. Вы помните, что туда это все было засунуто. Но к чему это приводит? Выяснилось, что основными клиническими симптомами этой самой вялотекущей шизофрении безнадежность и беспокойство являются жалобы больных. А ведь что такое безнадежность и беспокойство? Безнадежность и беспокойство – это является проявлением депрессии. Мы уже с вами неоднократно говорили о том, что есть НД депрессии норадреналиново-дофаминовой, СНД серотониново-норадреналиново-дофаминовой и СН серотониново-норадреналиновой. И у них есть жалобы. Так вот, безнадежность – это классическая жалоба НД депрессии, а беспокойство – серотониново-норадреналиновой СН депрессии. Получается, что если врачи используют диагноз вялотекущей шизофрении, вот этот вот живой труп, то это приводит к ошибке. Ведь шизофрения лечится нейролептиками, а перед нами больные с депрессиями и, по-видимому, депрессиями хроническими, которые надо лечить антидепрессантами, высокими дозами антидепрессантов, а может быть, даже двумя антидепрессантами сразу. Поэтому мы рекомендуем ученым объяснять всем, что вялотекущая шизофрения давно умерла, и нужно, наконец, похоронить ее труп. Врачи, пожалуйста, из-за мысли о шизофрении вы пропускаете депрессии. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, никакой неврозоподобной и психопатоподобной шизофрении уже нет. Вам что, мало других диагнозов? Зачем вам нужны эти самые живые трупы? И что я хочу сказать больным? Конечно, вы, пожалуйста, не пугайтесь, если вам установили несуществующий диагноз. В этом случае вы либо здоровы, либо врач ошибся, и диагноз совершенно другой. Вот если вам устанавливается такой неверный диагноз, я бы подумал на вашем месте, что нужно сменить лечащего врача. Почему? Потому что в нашей стране диагнозы и лечение это все прерогатива врача. Вы лечить себя, к сожалению, сами не можете. Поэтому в этой ситуации вы единственное, что можете сделать, это поменять одного врача на другого. Я желаю вам здоровья, удачи, и мы с вами будем продолжать беседы о шизофрении. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok